Всем привет от FIDER CONCEPT, у камеры Юр Лисовский. Сегодня хочу вам показать обновленную линейку фидерных удилищ DISTANCE. Точнее не всю линейку, взять лишь одно удилище на сегодняшний обзор, которое мне очень нравится, которое универсальное, которое из всего модельного ряда прям выбивается своей универсальностью и своей востребованностью среди рыболовов-любителей и рыболовов-спортсменов тоже. Речь идет о удочке FIDER CONCEPT DISTANCE в длине 3.9, тесте 100 грамм. Давайте покажу вам, что нового, что обновилось и почему теперь это называется DISTANCE BLACK. Транспортная длина удилища вот этого конкретно в длине 3.9 составляет 138 сантиметров. Это удобно, практично, во всякие кофры влазит, в машины удобно влазит. Естественно, попил бланка на три части, естественно, достаточно легкий, в то же время, ну, скажем, средний легкий вес бланка, это 273 грамма, но это позволяет оставить его изящным и в то же время сделать его надежным. Давайте посмотрим, что изменилось. Ну, во-первых, конечно, изменился чехол. Чехол теперь у нас не имеет завязочек, веревочек, теперь чехол весь на липучках, вот такой вот он неравномерный, потому что здесь вершинки, под них тоже прошито, здесь колено находится, верхнее, оно же первое. И складывается два длинных, и потом оборачивается, и на липучках также маленькими скрепляется. Очень удобно, кстати, очень практично, лучше, чем всякие завязки, и лучше материал, чем был у нас в прошлых чехлах, поэтому над чехлом чуть подумали. Все не проваливается никуда далеко, вот, раз вершинки достали, первое колено. Я потихоньку все буду доставать и вам заодно показывать. Комель и второе колено непосредственно. Пока что основные части удилища отложим в сторонку, остановимся на комплекте вершинок. По традиции, как бы мы это перенесли в Distance Black, с классической серии Distance. Вершинки веселенькие, вершинки окрашены бело-желтая, желто-желтая, зеленая-желтая. Их всего в комплекте три штуки. Каждая вершинка подписана по посадочному диаметру. Вершинка также подписана по тесту. То есть здесь полторашка, двушка и две с половиной. И на самом деле такая расцветка на многих вариантах фона, как вот, например, сейчас за мной такой серенький лесочек, выделяется очень хорошо. Иногда желтый виден лучше, чем красный. Ну, в общем-то, вершинки заметные. Две секции покрашены для того, чтобы вам было приятно смотреть за поклевкой. Что касается пропускных колец на вершинках, они увеличенного размера. Здесь два с половиной миллиметра посадочные, чуть меньше трех, потому что сама вершинка в колечко не влазит первое. И вообще кольца на этом удилище увеличенного размера по всему удилищу, потому что все-таки это дистанц, нам сопротивление вылетающей лески нужно гасить. И поэтому уже следующее после вершинки кольцо тоже имеет внушительный размер. Не маленькое. И все остальные десять, которые расставлены на бланке, тоже не маленькие. Давайте я буду собирать удочку и дальше вам рассказывать. Кроме того, на этой серии усилены стыки. Сверху видно дополнительная обмоточка. Каждый стык усилен для того, чтобы удилище еще дольше вам служило, чтобы было более надежным. И когда мы берем в руки уже комель, здесь видно следующее отличие от серии дистанц, обычной классической. Это два современных, два противозахлестных, два большого диаметра кольца. Первое и второе от катушки. Требует время немножечко удочки обновлять, немножечко удочки делать более современными. И половив и предсерийными образцами, и уже вот этот серийный образец, я хочу сказать, что все лучшее осталось от того дистанца, который был. И плюс мы добавили несколько изменений, которые удочку сделали еще круче, еще более функциональной. Вот этой удочкой я сегодня спокойно забрасывал кормушке 60 грамм, чтобы почувствовать нижний тест. Прогружается замечательно. Кормушка 60 грамм по колышкам на 90 метров пуля улетает, сидя со стула. Даже я могу ее туда отправить. И для того, чтобы немножечко его еще перегрузить, я вешал две кормушки по 60 грамм, то есть 120 грамм. Бланк справляется, бланк не проваливается, при этом чувствуется, что я его не насилую. То есть он вполне адекватно работает и с таким небольшим перегрузом. Конечно, всем рекомендую работать в рамках теста. Перегружать удочку не следует. Вы можете обратить внимание на расстояние между катушкодержателем и кольцом. Оно достаточно для того, чтобы ставить большие головастые катушки для увеличения дальности заброса. И в то же время вы можете видеть, что ручка тоже не маленькая. Ручка удлиненная. Хват очень удобный для того, чтобы совершить дальний и силовой заброс в том числе. В остальном все осталось, как и было. Ну, конечно, изменился дизайн. Это вы тоже прекрасно понимаете. Теперь это все дело выглядит вот так. В моделях 3.9, 3.6 и 3.9 осталась классическая комбинация плотной Эвы, пробочки, декоративное колечко. И опять плотная Эва, которая функциональна и легко моется. Катушка-держатель 16 размера. Позволяет устанавливать основные большие катушки. И лапки сюда нормально подходят. В целом, про серию остается сказать лишь то, что вот из всей линейки Distance Black удочка 3.9-100, на мой взгляд, наиболее универсальное удилище, которое можно советовать даже начинающим для того, чтобы перекрыть условия ловли и на озере, и на течении. И в случае, если вдруг рыболов попадает в условия, где не хватает ему теста удилища, эти удочки позволяют немножечко их перегружать. При всем при этом они легкие, при всем при этом у них приятный средний быстрый строй, они не экстра-фасты, они и рыбку неплохо отрабатывают, и позволяют кормушечку досылать самим бланком более приятно. И что еще сказать? Хорошая удочка. Если выбираете себе, ну если смотрите этот обзор, берите, не сомневайтесь. Это удилище никогда не будет лежать у вас в чехле, стоять в углу. Вы однажды им половив, будете его прям любить, как я люблю, и доставать его достаточно часто, даже имея более дорогие фидера. Спасибо всем, кто посмотрел. Основных изменений в серии этих не улетай. Я коснулся. Увидимся на этом канале, на других каналах. В общем, все ссылочки, как всегда, в описании. До свидания. До свидания.